С первых минут игры было ясно, белореченцы не новички в баскетболе. Их умелые подачи, темпы, заброшенные мячи в корзину соперника, говорили о хорошей подготовке юных спортсменов. Да и тренер Инна Синько не давала ребятам расслабиться. Вот ты держишь седьмого, а ты восьмого. Он вон там под кольцом. Вот туда ты что. Вы вдвоем под кольцом. Спину поставили, на подборе работаем. Баскетболисты из Белореченска помимо ежедневных тренировок уже пятый раз играют на выезде. Такие встречи с ребятами из других городов придают новый импульс и спортивный азарт. Ну а самое главное – учатся стязаться. Игровой опыт. Вся команда получает игровой опыт, когда играет. Это же команда вид спорта, поэтому вся команда должна взаимодействовать. Слаженность чувствовалась в игре с туапсинцами. Они мешали их команде обладать мячом и сами практически каждую минуту забрасывали мяч в кольцо. Хотя туапсинцы теоретически были подготовлены к игре. Двучка, когда подходишь к игроку и ставишься в слон. И через игрока, который поставил слон, ему даешь пас и он забивает. В Сочи приехали команды из Краснодара, Новороссийска, Кропоткина, Новочеркасска, Ростова, Пятигорска. Сами игры проводятся в детско-юношеской спортивной школе номер 2 на улице Паярка. Турнир памяти заслуженного тренера России проводится не случайно. Юрий Пахмутов подготовил известных баскетболистов Захара и Евгения Пашутина. Краевой турнир такой же, как такие же соревнования, как остальные соревнования, краевые, календарные. Также просматриваются все кандидаты в сборную. С сильными соперниками белореченцы называют команды Краснодара и Сочи. В течение пяти дней выявится единственный лидер многодневных баскетбольных встреч. Гелена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.